Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital. Меня зовут Дарья, и сейчас вы увидите 128 выпуск новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Чем же запомнилась прошедшей недели узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Хорошие новости для тех, кто по тем или иным причинам не смог посетить Экофест 2018. 4 августа была организована прямая трансляция с фестиваля на YouTube-канале Skyway, который мы с удовольствием поделимся с вами. На прошедших выходных состоялся Экофест 2018 – ежегодное мероприятие, на котором собираются сторонники струнного транспорта со всех уголков планеты. Мы расскажем вам о первых экспресс-итогах и впечатлениях его участников от этого масштабного мероприятия. На территории испытательно-демонстрационного центра Skyway презентована работа уникального грузового транспортного комплекса Skyway. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. На Экофесте 2018 была организована прямая трансляция с фестиваля на YouTube-канале Skyway, и если вы не смогли посетить Экофест лично, то у вас есть уникальная возможность побывать на нем виртуально. Мы постарались максимально полно показать все главные события этого дня в оперативном режиме. Ссылки на трансляцию размещены в социальных сетях и на сайтах www.rsvdefisystems.com и www.rsvdefisystems.com. Ну а если вы все-таки стали участником Экофеста, отмечайте фото и видео хэштегом «Экофест 2018» и делитесь с друзьями впечатлениями от фестиваля во всех социальных сетях. На Экофесте прозвучал отчет о проделанной за год работы компании-разработчикам струнного транспорта Skyway, ЗАО «Струнные технологии» и были даны перспективы развития проекта и планы на будущее. Центральным событием Экофеста стала речь генерального конструктора Анатолия Юницкого. В этом году он рассказал, что развитие проекта выходит на новый этап. Землю для проведения испытаний струнного транспорта и последующего в его внедрении выделила одна из самых прогрессивных в технологическом отношении стран мира – Объединенные Арабские Эмираты. Анатолий Юницкий подчеркнул, что отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами уже перешли на уровень реализации. Руководство страны выделило необходимые ресурсы для создания тестовых участков, в том числе для нового проекта – форвакуумного транспорта HyperU. По словам Анатолия Юницкого, начало стройки в Объединенных Арабских Эмиратах запланировано уже совсем скоро. Также Анатолий Юницкий анонсировал разработку блокчейн-платформы компании. С ее помощью планируется управлять проектами струнного транспорта и поддерживать их развитие. Основная задача Экофеста – это демонстрация возможностей гармоничного соседства техники и природы. Струнный транспорт Skyway создается в рамках инновационного подхода к пассажирским и грузовым перевозкам, основанное на экономичности, экологичности и высокой эффективности. При этом строительство струнных дорог остается доступным по цене благодаря низкой материалоемкости и легкости конструкции. На территории испытательно-демонстрационного центра Skyway презентована работа уникального грузового транспортного комплекса Skyway. Транспортный комплекс – эстакадное сооружение, которое состоит из трех участков – прямолинейные эстакады длиной 150 м, высотой до 3 м и два кольцевых ненапряженных участка общей длиной 285 м. Максимальная масса, скорость и тележка шасси грузового юникара полностью унифицированы с пассажирским транспортом, поскольку он выполнен на базе подвесных городских пассажирских юнибусов. Подробнее ознакомиться с характеристиками грузового комплекса вы можете на нашем сайте и в небольшом видеоотчете. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что Skyway – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь, с вами была Дарья. До встречи на следующей неделе.